Национальный день великолепной бабушки был создан 23 июля в 1984 году автором и обозревателем Элис Соломон. Этот удивительный праздник был создан, чтобы отметить женщин старше 50 лет и побудить их бросить вызов ожиданиям общества. После окончания колледжа Уэлси в возрасте 50 лет Соломон осознала, что общество рассматривало и относилось к ней и другим женщинам ее возраста и старше, как к пожилым людям, которые не были ни полезными, ни значимыми, называя их бабушками, независимо от того, есть ли у них на самом деле внуки или нет. Соломон решила изменить оценочный термин «бабушка», поставив перед ним слово «великолепное» и учредить Национальный день великолепной бабушки, чтобы побудить женщин старше 50 с гордостью принять свой возраст, признать свои способности и достижения и показать, что у них еще много лет впереди, чтобы делать удивительные вещи. Праздник «День великолепной бабушки» появился в России относительно недавно, но с каждым годом приобретает все большую популярность. В этот день мы отмечаем важность и ценность роли, которую бабушки играет в жизни каждой семьи. В России есть День пожилого человека, но согласитесь, что не каждая бабушка считает себя пожилой, и не каждая пожилая женщина – бабушка. Отмечается у нас совместный праздник – День бабушек и дедушек, а хочется индивидуального подхода. Поводом для этого послужило задорное выступление бурановских бабушек на Евровидении. 23 июля – именно тот день, когда вы можете сказать своей бабушке, какая она на самом деле потрясающая, самая дорогая, самая удивительная бабушка на свете. Бабушки бесконечно любят и дорожат своими семьями. Они много пережили в своей жизни, но несмотря на все свои боли и проблемы, у большинства бабушек позитивный настрой и удивительная энергия, с которыми они делятся с окружающими. В День великолепной бабушки мы чествуем всех женщин определенного возраста, независимо от того, являются ли они бабушками или нет. Современные бабушки уже не обязательно вписываются в традиционные понятия. У нас много женщин в возрасте, которые хотели бы стряхнуть годиков 40 и снова почувствовать себя молодыми, веселыми и энергичными. Мы любим своих бабушек, но в большинстве случаев смотрим на них стереотипно, старомодно. Многие считают, что бабушки должны быть спокойными, собранными, придерживаться устаревшего стиля и проводить свои дни за выпечкой и вязанием. Стоит сказать о том, что сегодня бабушки, конечно, проводят большую часть своего времени, любя своих детей и внуков, заботясь о них. А 23 июля, в этот удивительный праздник, нашим бабушкам необходимо побаловать себя и заняться чем-то захватывающим, чего они и делают в обычный день. В праздник великолепной бабушки надо провести день, ставя себя на первое место и делать то, что вы действительно хотите делать. А бабушки хотят узнать последние новости в интернете, пообщаться с друзьями, прочитать книгу, которую откладывали из-за того, что были слишком заняты другими делами, посмотреть телепередачи. Сделать утреннюю пробежку, отправиться на прогулку. Надеть любимую кожаную куртку и прокатиться с ветерком на железном друге. Отправиться в путешествия по странам мира, как Елена Михайловна Ерихова. Или сделать селфи, себя любимой. Или сыграть в хоккей с подругами местной команды, уже ставшей легендарной Устьяночкой, где играют самые опытные с жизненной точки зрения киевский мир, чей средний возраст 68 лет, гордость не только односельчан, но детей и, конечно же, внуков. И, наконец-то, встретиться с подругой и обсудить все новости. Короче говоря, делать можно все, что хочется, не заботясь о том, что подумают другие. Праздник День Великолепной Бабушки имеет глубокие исторические корни. Бабушки были опорой для своих детей и внуков, поддерживали их в трудные моменты, сохраняя и передавая мудрость и опыт прошлых поколений. Современный праздник День Великолепной Бабушки призван отметить именно эту роль в значении бабушек в нашей жизни. В этот день мы выражаем свою благодарность и уважение всем бабушкам, которые приносят радость и счастье своим близким. А мы, их родные, должны найти частичку времени и поздравить свою родную, единственную, великолепную бабушку, подарить ей цветы, подарки и сказать о своей любви. Наша детская библиотека подобрала для вас чудесные истории о великолепных бабушках, которые вы можете прочесть у нас. В наших книгах бабушки летают, падают с неба, превращаются, находятся в каком-то загадочном состоянии и явно обладают суперсилой, а то и несколькими. Субтитры создавал DimaTorzok